Ну давай перейдем к нашим трендам, потому что Коля порывался вначале поговорить по ядерной сделке с Ираном. И мы уже с тобой месяца полтора назад, по-моему, говорили об этом. Давно. Да, ты достаточно хорошо это раскладывал. Я как раз статью пишу. Да, почему это сладко? Почему это сладко? Потому что если Иран выпустят из загонщика, то это 2,5 миллиона баррелей в сутки. Ну не сразу. Ну понятно, что не сразу, потому что ему нужно восстановиться. Но 2,5 миллиона баррелей в сутки плюс даже 2,2 миллиона баррелей, которые дали саудиты вместе с Ираком после визита Байдена, это уже перекрывает вот тот объем санкционный, который Россия выпускает, ну который Россия выбрасывает на внешние рынки. Поэтому выпуск Ирана из загонщика для Украины принципиально важен. Но есть люди, которые считают, что, как у меня в Телеграме кто-то написал, что вы что, думаете, что Иран это не согласовал с Россией, что без разрешения России это не произошло? Да, и Атала Путину позвонил уже. Да, да, да. И я вот думаю, что наши люди, они просто не понимают, что не устроив мир вот так, что Байден, Путин, Си Цзиньпин, ну кто там еще, еще пару таких вот человек, они везде за всех дергают за ниточки, и прежде всего дергают за ниточки для таких имперских народов, как Иран, который, иранцы, которые имеют сложнейшую историю, мощнейшую традицию государственную. И, ну, говорить о том, что там Путин может позвонить, значит, в Тегеран и сказать, чуваки, вы делаете так и не иначе, ну это недооценивать вообще, значит. Нет, ну это логика ось и зла, это же примитивизация как бы типичная еще со времен, вот это классическое, как бы, это же классическое поделение мира на черное и белое, то есть есть ось и зла, это плохие, просто плохие страны, они плохие, потому что они плохие, Иран, Венесуэла, Китай, там, в основном так, ну и есть хорошие, вот и все. И, кстати, спасибо нашим журналистам за это. Они много делают, традиционные наши СМИ, они очень много именно делают для того, чтобы как раз примитивизировать наше пространство, поэтому мы вот так вот и получаем такую картину, когда они понимают, как может Иран вести себя отдельно от России, или, например, как может Сирия вести себя отдельно от России, да, это вообще как бы взрывает мозг, когда я об этом говорю или пишу, что типа, есть свои, то есть есть терки между этими странами. Или саудиты отдельно от американцев, да, это вообще как бы как так, в принципе, поэтому, ну, вот, поэтому здесь, я же говорю, мы, ну, это такая вещь, это история длится давно уже в Украине, у нас просто никогда на это не обращали внимания и не обращают до сих пор, война не научила, то есть она не поменял эту историю. Несмотря на то, что для нас эти истории, происходящие, маленькие даже вещи в этих странах, в том числе, которые в массовом сознании считаются плохими, они стали важными, эти истории, эта повестка в этих странах стала для нас, оказывается, очень важной. Вот Иран, оказывается, иранский фактор, реально о нем можно рассуждать в контексте войны в Украине, хотя еще год назад, ну, посмеялись бы. Он поднимался только в контексте Боинга, сбитого ПС-750. И то, если бы не было Боинга, то вообще, у нас как раз до Боинга Иран вообще даже не фигурировал, в принципе, где-то на горизонте, хотя, кстати, страна мощная, региональный, один из региональных тяжеловесов, с которым можно развивать отношения, ну, ну, как бы у нас. То есть, короче, это что, в принципе, здесь удивляться не стоит. Ну, слушай, если там говорить про журналистику, вернем обратно в эту историю дискуссию, то, как правило, у нас же вообще в целом журналистские вопросы формируются на такой поверхности, которая, ну, она сама гиперпримитивна. Это не то, что там журналисты сознательно примитивизировали этот дискурс. Нет, не сознательно. Пробело в том, что они других вопросов просто не сознательно. Нет, в международке несознательно. Я не считаю, да, что, как бы, журналисты специально сидят и думают, как же сделать применение в международке. Тем более, я работал в журналистике в международке, я могу об этом говорить. И здесь просто, да, есть журналисты, которые могут разбираться. Вот я ключевое подчеркну, могут разбираться. Журналисты не должны знать все, это не нужно никому. Но они должны иметь способность интеллектуальную, если надо, просто сесть, разобраться в каком-то вопросе, хотя бы на базовом уровне. Это базовая вещь. Чуть лучше, чем поверхность. Да, так это базовая вещь. Это, на самом деле, очень, это не какие-то в дебри. То есть, в Иране, там, мне нужно же, там, разбираться в каких-то нюансах, там, какой-то религиозно-правовой. Да, не нужно. Это не, ну, нет, конечно, круто, если хотите, может, кому-то интересно. Но, поэтому, да, здесь у нас просто невольная была, по сути, деградация информационного пространства. Она, к сожалению, продолжается. Я просто думал, что война как-то немножко всех качнет в какую-то сторону, типа, переосмысления своего отношения к этому все, но нет. Ну, наша в этом роль тоже есть, типа, давай попробуем вытаскивать чуть лучше, чем поверхность. Смотри, достаточно большое количество источников в Штатах написало, в том числе, о том, что, ну, не только в Штатах, написали о том, что ядерное соглашение с Ираном позволит России уходить из-под санкций. Что Иран создаст для России такие возможности. Это писали прямо американские политики, которая писала, что он пост писал об этом. И это создает, как бы, какую-то внутреннюю такую дискуссию, что, типа, это соглашение, оно скорее вредно, чем полезно. Ну, при этом, при всем, люди, которые так утверждают, они не приводят аргументов. А что будет, если это соглашение не будет реализовано? Будет то же самое. Вот, я хотел бы, чтобы ты коснулся этого вопроса и как-то его масштабно откомментировал. Насколько выгодно было бы действительно, с точки зрения Украины, чтобы это соглашение состоялось? И кто что предлагает в качестве альтернативы? Да, у меня есть один аргумент. Значит, я так думаю, что вот эта логика о том, что ядерное соглашение... Я скажу так, я согласен. Подписание ядерного соглашения не дает гарантий, что Иран не будет помогать России обходить какую-то часть альтернативы. Сто процентов. Но это вообще не связанные вещи. То есть, конечно, Иран будет продолжать, например, торговать с Россией. И они, в общем-то, об этом постоянно говорят. За последние месяцы, сколько шли переговоры между Ираном и Штатами, один из ключевых вопросов, спорных между двумя сторонами, было то, что Иран требовал от Штатов, чтобы они им не создавали препятствий в их внешнеэкономической деятельности. То есть, иранцы считали, что, ребята, мы с вами подписываем ядерное соглашение, но это не значит, что вы теперь будете нам запрещать торговать с кем-то, еще что-то. То есть, для них это вообще разные вопросы. Поэтому здесь, то есть, логика я понял, и я с ней согласен. То есть, гарантий нет. Ядерное соглашение, оно вообще не касается отношений Ирана с Россией, в принципе. То есть, Россия там как одна из сторон. По такой же логике можно сказать, что Иран будет помогать, я не знаю, помогать Китаю тоже. Потому что Китай тоже сторона переговоров, и как бы, ядер, то есть, соглашение о ядерной программе Ирана, оно не предусматривает никаких ограничений для России. Это для тех, кто у нас там не в курсе, например, вообще никак. С другой стороны, если не подписать соглашение, все будет, ничего не изменится. Иран тоже будет продолжать помогать России там, где есть коммерческий интерес для Ирана. То есть, Иран помогает России, ну, помогает России, нужно расшифровать, что такое помощь России. То есть, продолжение торговли, неразрыв торгово-экономических связей, возможно, налаживание какой-то логистики каких-то товаров. Возможно, потому что этого пока не произошло в масштабном смысле, я не могу это сказать, что сейчас какая-то... То есть, не подписание соглашения, ну, будет то же самое. То есть, в чем ценность соглашения для нас? Не в этом. Не стоит вопрос, Иран подпишет Россию, посылают Россию. Иран не подпишет, Россию не посылает. Нет. Нужно исходить из того, что вне зависимости от того, подпишут соглашение или нет, Россия и Иран будут сотрудничать. Мы на это никак не повлияем. Это их взаимный интерес. Здесь есть коммерческая выгода, здесь есть политическая выгода. Короче, ну, то есть, и не надо... И, в общем-то, нет смысла от Ирана требовать полного разрыва. Почему они должны разрывать связи, если даже некоторые страны, которые мы считаем прозападными, спокойно торгуют с Россией? Даже США. Даже в Евросоюзе. О, ужас! Даже в Соединенных Штатах торгуют с Россией. Да, и там сказано было, что Россия из-за торговли, допустим, со Штатами получает выгоды в миллиард в день. Да. Ну, как бы... Не, не в день. В день написали. Да не в день. Ну, ты что? У них-то у артового оборота такого нет. Миллиард в день — это 365 миллиардов в год. В месяц, я думаю, мало себя. В месяц, может быть. Скорее всего. В лучшем случае. Ну, Евросоюз... Ну, то есть, чем для нас ценно-ядерное соглашение? Я описывал это, да, в статье для Института Кеннона недавно. Значит, суть состоит в том, что... В месяц, все. У Ирана... В месяц. Вот, я же говорю, что в месяц, скорее всего. У Ирана ядерное соглашение дает Ирану возможность реинтегрироваться с западными экономиками. То есть, создает стимул, просто серьезный стимул, что развитие своих связей с Европой и со Штатами в том числе. Потому что там тоже, как бы, есть куча моментов, есть куча выгоды для тех же европейских компаний. Соответственно, если подпишут соглашение, Иран будет больше осторожничать, когда речь заходит о России. То есть, потому что они будут понимать, что зачем рисковать своими отношениями, открывшимися отношениями с Западом, с западными рынками, инвестиционными возможностями, помогая там, слишком откровенно помогая России, например, в военном плане. То есть, для нас ядерное соглашение это такой, как бы, стоп-кран для Ирана в вопросе чрезмерного сближения с Россией. То есть, если у них будет это соглашение, у них будет меньше просто стимулов дрейфовать в сторону России, поставлять им оружие, например, массово продавать им какие-то, ну, то есть, вот такие вещи. То, что они будут торговать, ну, будут торговать. Ну, конечно, я надеюсь, когда на кону будет стоять, там, условно, 50 миллиардов долларов, которые они там получат от продажи нефти, ну, я условно говорю, там, приблизительно, вот, и, и там, 50 миллионов долларов, которые они получат от продажи, там, 100, там, или 200, или 1000 беспилотников, вот этих вот, которые они там постоянно, то, конечно же, Иран будет, ну, вот, взвешивать. Ну, потому что модернизация экономики, это важнее интереснее, чем просто одноразовая сделка. Поэтому, вот, для нас это ценно. И, причем, у нас такая же ситуация по многим странам, которые занимают нейтральные позиции, такая же ситуация. То есть, у них у всех есть определенные факторы, то есть, есть определенные стимулы не сближаться слишком сильно с Россией, потому что это токсичная история, они это все понимают. То есть, у Китая это вопрос Тайваня и западных санкций, у Ирана это вопрос ядерной программы. Вот, пока ядерная программа жива, пока вера в нее, вот что, что ее подпишут, есть, это нам лучше, потому что это повышает шансы, я не буду, никаких гарантий никто никогда не дает, но это повышает шансы, что Иран, скажем так, слишком усердствовать в поддержке России не будет. Да, они будут где-то торговать, где-то выбивать какие-то преференции для себя, как они сделали весной этого года, они выбили для себя торговые преференции в плане завоза российских товаров, ну, пользуясь ситуацией, сейчас все пользуются ситуацией в Украине, кто-то за счет Украины, кто-то за счет России, нормальная история, как по мне, что тут удивляться. Давай попробуем вообще еще доформулировать эту историю, правильно ли мы понимаем, что заключение ядерного соглашения с Ираном создает ему возможности, условно говоря, выставлять больший прайс России за любые услуги, которые Иран ей будет. Да, то есть они не будут, поэтому я и говорю, что не будет стоять вопрос, что мы подписали ядерную сделку, поэтому мы посылаем Россию на всех фронтах и вообще мы теперь за Украину, ну, то нет. Они просто будут теперь, они будут понимать, что риски, ну, очень много рисков, если они в сотрудничестве с Россией, соответственно, если России что-то надо, они могут ей это предоставить, ну, да, во-первых, где-то прайс выше, где-то они закроются, потому что они поймут, что, ну, ребята, у нас тут уже соглашение подписано, мы не можем, да, извините, ну, тут как бы куча, куча инвестиций и все такое. Поэтому, да, в наших интересах, чтобы это соглашение было подписано. Другой вопрос, что да, но если там касаться его других его аспектов, не связанных с Украиной, есть проблемы, связанные с тем, мы не знаем, как будет работать это соглашение, потому что, ну, есть же как минимум 2 момента непонятных с ним. Первый это Израиль, никто не знает, как себя будет вести Израиль, то есть, я предполагаю, что при администрации Еиролапида сейчас, то есть, вот этой коалиционной администрации, они, конечно, в лобовую конфронтацию со Штатами, поэтому вопросы идти не будут. То есть, они не станут там прям совсем, ну, как это было с Натаньяху после 15. В 15-м году, когда Обама заключил соглашение с Ираном, Натаньяху уж там, как бы, все это привело к тому, что они же с Обамой поссорились и не разговаривали вплоть до уже избрания нового президента США. То есть, я думаю, что при этой администрации Израиль не будет каких-то радикальных шагов предпринимать, типа, там, превентивных ударов по иранским ядерным объектам, но скоро в Израиле выборы, и мы не знаем. То есть, если сменится власть и вернется Натаньяху, например, как он собирается это сделать, непонятно, что будет Израиль делать, то есть, будет ли он дальше саботировать это соглашение. А это, ну, то есть, одно дело, если соглашение подпишут, еще существуют риски того, что оно может быть сорвано. И, как бы, вторая причина, я сказал две, одна это Израиль, вторая это выборы в Штатах. Я хотел по Израилю сказать, смотри, тут появилась информация сегодня, что прежде чем США отреагировали на соглашение, дали свои предложения, передали их через Европейский Союз, туда приехал США представитель Израиля, советник по национальной безопасности, то есть, можно предполагать, скорее всего, что позиция США была скоординирована с Израилем? Нет. Нельзя. Если следить, Эйяль Хулата приехал в советник по национальной безопасности, приехал в Штаты за день после того, как были сигналы премьер-министра Израиля, через СМИ слили его, якобы, заявление, которое он сделал на заседании Совета по национальной безопасности, или как там называется этот орган, где он сказал, что, то есть, они лоббировали наоборот, чтобы американцы не подписывали соглашение. Сейчас все идет, сейчас по ядерным переговорам все на финальном этапе. Иранцы получили ответ Штатов в ответ на свой ответ. Ну, короче, сейчас просто будет решаться вопрос, они все-таки подпишут или нет, и это уже окончательно. То есть, я с вероятностью 95% уверен, что сейчас, если, например, они не подпишут, на этом все закончится. Израильтяне активно лоббируют, чтобы их не подписали. Именно для этого, я думаю, он ехал в Вашингтон, чтобы, ну, во-первых, раз узнать, что там, собственно, насколько большие уступки американцы делают. Там, кстати, я читал, там есть такой интересный момент, что, понимая, что Штаты после выборов президентских могут опять поменять в очередной раз курс, то там ввели норму о каких-то финансовых санкциях для Штатов, ну что, если они выйдут из сделки, то они будут заплатить какие-то деньги. Еще есть обязательства Штаты, ну, опять же, по сообщению СМИ, есть обязательства Штатов 3 года не вводить, ну, или не выходить из сделки, или не вводить санкции. Ну, то есть, они взяли, ну, опять же, это же все очень условные вещи. То есть, условный Трамп, если придет опять к власти, ну, ему ничего не... Он тогда, они тогда нарушили, по сути, международное право, ну, типа, какая разница. То есть, да, там есть пункт про санкции, про какие-то санкции против Штатов, но я не верю, что их введут. Ну, то есть, даже если они завтра выйдут, там, республиканская администрация выйдет из договора, они все равно могут выйти из договора. Поэтому, то есть, ядерное соглашение, я считаю, будет временным в любом случае. И все это понимают. Ну, оно же так и рассчитывается, типа, 2,5 года, а потом еще... Ну, оно же вообще в 2015 году, когда подписывалось, было рассчитано на 10-15 лет. То есть, там же поэтапно. И это тоже, они же переподписывают старый договор, то есть, вписывают туда некоторые новые пункты, но переподписывают, по сути, на старых условиях. Там даже некоторые пункты, которые касались 2015 года, они все еще действуют. И там сейчас, например, многие задают вопрос, там есть пункт про ограничения, которые накладываются на Ирана по обогащению урана. И они через 2 года истекают. Ну, потому что в 2015 году они подписывались на 10 лет. А уже 2022, и они переподписывают договор. И сейчас никто не знает, вот, как это должно работать. Они же не продлевали, они эти цифры не меняли. И никто не знает, как это некоторые ограничения. То есть, они, по идее, через пару лет, некоторые ограничения, которые накладывались на Иран по ядерной программе, они просто истекают, и он там уже не будет никак связан. Или они будут переподписывать. Короче, суть в том, что у нас это все временная история, в том числе из-за того, что Штаты не могут ничего гарантировать. Тут вот уже, значит, зрители, это предтеча следующей войны между Израилем и Ираном. Ну, Израиль вообще, надо сказать, что он же угрожает нанести превентивный удар. Начнем с того, что война между ними не очень хорошие отношения. Война между ними идет. То есть, называют ее тайная война или как угодно. Ну, весь прошлый год и этот год были всякие, вот эти все, вы думаете, саботажи всякие, удары то по кораблям нефтяным, то какие-то там на ядерных... Убийства этих... Физико-ядерщиков убили в прошлом году. Посмотрите в фильме, господи, Тегеран на Apple TV. Я не знаю, я думаю, что наверняка он уже разошелся там и на другие, значит, пиратские всякие ресурсы, если вы их смотрите. Я на Apple TV смотрел этот сериал. Вот. Он как раз вот по поводу этой войны, как Массат работает в Иране. И, ну, в принципе, достаточно такой интересный, особенно сначала, потом они там чуть-чуть фантастику как бы уже ударились. Вот. Но вот дает понимание того, как они работают. Да, гибридную войну Иран и Израиль между собой ведут. Это по факту. То Израиль, может ли Израиль нанести превентивные удары по каким-то ядерным военным объектам в Иране? Да, может. Именно это, именно вот этот, вот это у нас один из факторов как неизвестности, то есть неопределенности. Вот будет, не будет. Ну, это же побуждает Иран, в общем-то, хотя бы какую-то рамку сговорчивости иметь, правда? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это же ухудшает, ослабляет позицию Штатов. Потому что, как я и сказал, Штаты... Вообще, вот эта история с ядерными переговорами, она была очень интересна. И вот если глобально посмотреть, с той точки зрения, что вот эта история показала, что не только показала, что Штаты ничего не могут гарантировать. Ну, реально, они ничего не могут гарантировать в современном... И они настолько стали зависимы от избирательных циклов, что договариваться с ними о каких-то долговременных, долгосрочных вещах очень трудно. Особенно, когда речь идет о такой, ну, как бы, о вещах, которые очень раскалывают общество, как, например, Иран. Ну, и вообще показалось, что роль гарантий в современном мире, вообще в современной международной правовой системе, она слабеет. Ну, придется договариваться и разговаривать системно, ежегодно, ежемесячно и так далее. Системный диалог иметь. То есть, ну, и все чаще, по этой причине все чаще страны скатываются к праву сильного. Ну, то есть, скорее гарантировать силой, чем какими-то правилами. То есть, все меньше верят в какие-то долговременные переговоры, договоренности, обещания. Особенно, если диалог идет между странами, которые не доверяют друг другу. Иран-США, вот, очень яркий пример. То есть, они вообще-то чудо, что они вообще, в принципе, как-то еще продолжают разговаривать. Хорошо, сейчас следующие, прежде чем к следующей теме произойдем. Тут вот Татьяна Дзюба несколько раз уже, я вижу, пишет, человека реально оболнуют. Правда ли, что будет спецоперация в ближайшее время, спецоперация США в Украине? Я уточнил, ну, о чем где-то... Нам не докладываю. Нам не докладываю. Вот, правда ли, что США вступает в войну напрямую? Дорогая Татьяна, во-первых, полайкайте, пожалуйста, наш эфир. Не забывайте лайкать, для того, чтобы узнать ответ, что мне сказал Джо Байден перед эфиром. Вот, поэтому я смотрю на количество лайков, которые, как бы, идут нам. Вот, а во-вторых, Джо Байден мне перед эфиром сказал, что спецоперации в Украине не предвидятся. В ближайшее время США не будут вступать ни в войну, ни во что. И он мне сказал, что пусть украинцы будут спокойны, вот, что ни ядерных ударов, ни вот полчища Абраса. Нам бы всем это, конечно же, хотелось, но, к сожалению, говорит, не могу я себе позволить до промежуточных выборов в Конгресс, значит, вот на такой шаг. Потом посмотрим, сказал мне Джо Байден. Вот, теперь идем... И тут я проснулся. Да, теперь следующая, значит, эта, следующая тема, важная и интересная, потому что она касается напрямую Украину. Значит, в письме 22 августа в Американскую торговую палату в Турции, с которым ознакомился Wall Street Journal, заместитель министра финанса Молли Адеймо заявил, что турецкие компании рискуют попасть под санкции США, если будут вести бизнес с российскими лицами, на которых наложена санкция. По словам человека, знакомого с перепиской, Адеймо отправил идентичное письмо в крупнейшую бизнес-ассоциацию Турции, турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса. И также вчера была интересная новость о том, что относительно турецких банков, которые работают с Россией, штаты могут распространить вот эту политику санкций. Это первое такое важное сообщение. А второе сообщение было с утра по поводу заявления руководителя Байрактара, что они не будут разворачивать производство Байрактаров в России. Но мне кажется, это было очевидно. И он сказал, что мы поддерживаем Украину, там бла-бла-бла-бла-бла. И это, конечно, воодушевило нашу общественность. Но я всей нашей общественности такой, я скажу, что при всей симпатии руководства Байрактара к Украине и нашей симпатии к этому чудесному изделию и технологиям. Весь вопрос ключевой в технологиях как раз. Потому что Байрактар состоит из очень большого количества комплектующих западных компаний. Из Канады, из Европы. И, соответственно, если бы Байрактар попытался развернуть какое-то производство в России, то все бы эти чудесные девайсы, которые там есть в Байрактаре, они бы просто перестали бы поставляться в Турцию. Вот и все. И, кстати, одна из причин, по которой Байрактар и вообще турецкий оборонпром перед войной углубил отношения с украинским ВПК, это последствия санкций со стороны Запада. Ну, не санкции, а по сути ограничения. Да, ограничения экспорта вот этих высокотехнологических всяких девайсов для турецкого ВПК. И они выход нашли в усилении кооперации с Украиной. Например, по беспилотнику Анко, как он называется, двухдвигательный, где стоят наши двигатели. Поэтому адресую этот вопрос к тебе, что, в принципе, в очередной раз мы видим, что у турков ситуация идет традиционно для них в формате таких качель, когда с одной стороны они выгрызают себе какую-то позицию, или суперпозицию, как, допустим, относительно зерновой сделки. Уже сегодня наш бизнес заявил, что было бы неплохо зерновую сделку расширить и на металл, потому что Украина будет получать тогда 600 миллионов долларов в месяц дополнительно. А с другой стороны, турки тоже не бессмертны и зависят от того же самого Запада. И Запад всегда может достать эту дубину санкции и заставить там быть более... Скорректировать. Да, скорректировать. Вот в твоем понимании, в какой позиции сегодня находится Турция? Что они разыгрывают? Ну, они зарабатывают на ситуации. На всех. На ситуации. Нет, ну у них с экономикой это плохо. Поэтому они зарабатывают. Экономика выросла на 7,5% пока что по итогам. Да, инфляция высокая, но экономика выросла на 7,5%. В Стамбул приехало на полтора миллиона человек, или подожди, или полтора миллиона человек, я буквально перед эфиром смотрел, короче говоря, существенно больше, там на 56%, насколько я помню, чем в прошлом году. Да, вот в июле Стамбул привлек более 1,7 миллиона странных туристов, что является самым большим количеством туристов, посетивших город за месяц, за последние десятилетия, на 56% больше, чем в июле 2021 года, передают турецкие СМИ. Причем немецкие туристы стали самой большой группой иностранных гостей. За ними следуют туристы из России, США, Саудовской Аравии. В период с января по июль город посетили 8,5 миллионов туристов, из 26,1 миллиона посетителей Турции. Ну, это, чтобы вы понимали масштабы и вообще, как они работают. Ну, я тебе говорю, поэтому они зарабатывают, потому что у них есть проблемы в экономике и финансах. И, ну, да, вот, в принципе, если коротко, то есть у них все. У них, на самом деле, это не качели, кстати, это очень последовательно. Они всегда так делают. То есть у них, ну, всегда как бы с припоздним, особенно Эрдогане, вот, как бы они начали уходить в такое узкое понимание национальных интересов. То есть чистый прагматизм, гибкие альянсы, гибкие партнерства, не альянсы. То есть необязательность, как бы, отсутствие каких-то долговременных альянсов, то есть необязательность сотрудничества. Что и показывается вот в том, что, что и вызывает вот этот наш диссонанс, когда у нас люди там, как-то Турция, член НАТО, как так может быть? Ну, они не считают себя, они инструментализировали членство в НАТО. По сути, они первые, кто это сделал, вот, в полной программе. Слушайте, ну, до 2007 года всерьез мир обсуждал возможность присутствия в НАТО России. Надо не забывать. Да, 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 ну, было, конечно. Были времена. Самые разные, поэтому. Давайте обсудим потенциал оппозиции турецкой. Типа, там же объединение случилось. И причем такое не то, что формальное. Еще нет единого кандидата. Но они уже договорились его выдвинуть. То есть, по крайней мере, они обсудили порядок, они обсудили, что они идут единым фронтом. По последним социологическим опросам, Эрдоган некоторым проигрывает даже. То есть, я не знаю, что будет к следующему году. Они должны все-таки выдвинуть единого кандидата. Там же просто тоже вопрос, кто из них станет, кто-то ставку делает на мэра Анкары, кто-то на мэра Стамбула, кто-то на Кемаля Кылыч-Даругу, сейчас, который лидер Народно-Республиканской партии, чистый кемалист. Все они выступают с националистических позиций, то есть, очень близких к Эрдогану. За счет чего Эрдогану трудно, потому что они все... Ну, там просто, я же говорю, они поняли, что надо в этом направлении. Там другого варианта. То есть, по сути, они начали играть в игру Эрдогана и побуждают его, по сути, на его же поле. Ну, он сам, да, как бы и создал такую атмосферу, в которой как по-другому. Вот поэтому у них шансы есть. И будет зависеть многое. Во-первых, от социально-экадемической ситуации, от вопроса беженцев сирийских. Это второй по приоритетности вопрос, который реально влияет на повестку, потому что особенно в Стамбуле и Анкаре, где живут очень много сирийских беженцев, там же штурция приняла больше трех миллионов человек. Все они расселились в пригородах. Это вызвало очень серьезный дисбаланс на рынке труда. Плюс очень многих людей, очень многих турков раздражает, потому что сирийцы, как рабочая сила, дешевле. Многих принимают на работу неофициально, как бы, соответственно, турки уже не нужны. Ну и есть свои межэтнические напряжения. Реально. Даже шпагромы были и в прошлом году полноценные. Там в арабских кварталах и наоборот арабы нападали на турков. В общем, третье, я думаю, будет все зависеть от того, что, ну, в целом, как сможет ли Турция, сможет ли Эрдоган закончить вот эти свои, как это назвать, региональные проекты, связанные с... Ну, он же сейчас нормализует отношения со всеми. Это продиктовано как бы как экономическими интересами, ну, потому что надо, надо, в экономику нужно привлекать новые деньги, поэтому сразу нормализовали отношения с Саудовцами, с Эмиратами, со всеми остались, с Египтом. И сразу оттуда, как бы, Эмиратуш во время последнего визита, президент Эмиратов, чтобы обещал выделить 10 миллиардов долларов просто вкинуть в турецкую экономику, но это, это, это серьезная сумма. То есть будет зависеть от позиционирования Турции в регионе. И менее важный вопрос для турецкого избирателя, как мне кажется, но важный в плане, ну, это как черный лебедь, это их продолжающиеся операции в Ираке, и вроде так и не начавшаяся операция в Сирии. Я знаю, что у нас смена началась уже, но я уже задолбался с этим бороться. Началась так началась. Ну, пусть будет. Как, по-твоему мнению, как Эрдоган может еще воспользоваться украинской ситуацией для того, чтобы усилить свои позиции? Такой себе вопрос. Ну, вот металл ты сказал, типа, он может, может он использовать? У них есть инструментов, которые у них есть. Посредничество, которое они используют, это дипломатический инструмент, то есть они улучшают свой престиж, чисто репутационные ресурсы престиж. Второе, логистический хаб, перевалочный пункт для России и для Запада в России. Мы же понимаем, что это двусторонний процесс, мы должны тоже не поймать. То есть это, ну, как бы тоже момент, это уже чисто коммерческий вопрос. Третье, бизнес, экспансия их бизнеса на российском рынке, чтобы заполнить те дырки, которые создались после ухода западных компаний. Они это делают реально очень в серьезных масштабах. Инфраструктурные проекты. Несмотря на санкции, несмотря на войну, мы видим, что тот же проект строительства АЭС АКУЮ, он продолжается. Более того, они перезаключили соглашение сейчас с новым подрядчиком. И Эрдоган туда лично приезжал недавно. Про скандал же был. Про скандал из-за этого подрядчика. Да, Росатом выкинул турецкого подрядчика и переподписал договор с российским. То есть своих завели. И из-за этого поднялся скандал. Оппозиция подхватила же этот вопрос. И строили они с нарушения турецких регламентов. Я думаю, что это вопрос бабла. И вопрос политики. Потому что оппозиция очень быстро взяла это. Но надо сказать, что они, конечно, быстро мобилизовались и сразу же подняли вопрос, как так? Наших обижают? И вообще, что это такое? В итоге же дошло до самого верха. Эрдогану пришлось туда ехать, инспектировать лично. И показывать, что он взял наличный. То есть они заставили его, по сути, вбросить свой личный политический капитал в эту историю. Потому что он сказал, что он взял это под свой контроль. Так что дальше будем смотреть. Но они не заморозили это все. То есть несмотря на то, что все-таки санкции и все остальное. Вот это вот инструменты, которые у него существуют. Военно-техническое мы уже проговорили. Никакого не будет сотрудничества России и Турции в военно-техническом плане. из-за ограничений, наложенных членством в НАТО. Ну то есть просто это вопрос. Да, они купили С-400, но это другая немножко история. Они могут покупать, они могут, что хотят. Но когда речь идет об экспорте технологий, да, здесь есть ограничения. Байрактар не на 100% турецкое производство. То есть там куча-куча-куча материалов из Запада. И тем более недавно сняли ограничения на поставки, на экспорт технологий, когда Турция заблокировала членство Швеции. Но они еще блокируют его. Кстати, они снова его блокируют. Да. Теперь же на уровне ратификации. Вот, то есть, ну, вот в принципе, то есть вот это их инструментарий, они его пока по полной программе используют. Но будем смотреть, как они его будут использовать. Вопрос такой от зрителя. Егор Левада. Насколько можно сравнить Белоруссию и Турцию по важности для Украины? Оба наши соседи связи тесные. Усатые лидеры душащие оппозиции. Ну, я думаю, что это несравнимый фактор самый важный. Да, несравнимые величины, потому что там усатый картофельный таракан, как бы, с одной стороны, безумный, а Эрдоган, он все-таки, как бы, побольше, помасштабнее фигура будет. Нет, на перспективе у нас везде есть. Тут можно вообще все что угодно. Но это перспективы, я просто не понимаю, зачем это жать перспективы. Мы можем нарисовать все что угодно. Нет, на Турции надо ждать, понять все-таки аудиторию, что Турция это все-таки электоральная демократия, где демократия есть. Как бы выборы будут, это же все-таки не Беларусь. Как сказать? Да, нет, ну, есть. Нет, нет, в Беларуси есть выборы. Ну, все равно, в Турции все-таки есть выборы, в отличие от... Нет, нет, есть, но в последнее время, конечно, демократия... Я бы вообще не оценивал такими категориями, то есть, типа, если где есть демократия, это у нас вот как раз из-за того, что у нас многие, в том числе во власти, в разное время, вот такими категориями мыслили у нас, из-за этого наши международные позиции не самые, скажем так, мягко выражаясь, сильные. Разъясни, пожалуйста, уточни, что ты имеешь. Ну, у нас же очень популярно, вот мы начали наш разговор с оси злаз, вот этих всех, это же отсюда все, это из той же категории, когда у нас мыслят, что у нас же из-за этого мы не можем ставить себе амбиции на международной арене, потому что мы мыслим категориями, ну, каким-то клише, то есть, вот, например, там, хорошие страны, это демократия, либерализм, еще какие-то там условные клише, вот если там все хорошо, отлично, мы с ними будем дружить. У кого этого нет, это плохо. Там, в Саудовской Аравии нет демократии, наверное, в этой логике мы не должны с ними поддерживать отношения, потому что они плохие, ну, вот так. То есть, есть у нас категория граждан, которые так мыслят, в том числе есть такие люди, которые принимают решения, я считаю, что это абсолютно ошибочно и очень глупо, потому что это не дает нам ставить амбиции, потому что мы отсекаем половину мира, которым, где есть вопросы с точки зрения Запада, потому что это же вопрос оценки демократии. Да, с Хашуги просто ситуацию достаточно вспомнить. Нет, ну, нет, так... Саудовская Аравия, то, что убийство было этого журналиста в Стамбуле как раз, и, ну, американцам пришлось все равно перейти, как бы, через... Даже турки, даже турки, как бы, забросили это, хотя они же были первые, кто поднял этот вопрос на знамя и начали его. Ну, я просто к тому, что разговоры, вот, ну, важно, как мы оцениваем, ну, не, можно оценивать с точки зрения демократии или автократии. Кому так удобно, пожалуйста. Но когда принимаются внешнеполитические решения, я считаю, что это не должен быть единственный фактор, когда мы оцениваем нам, например, вот на этом направлении развивать отношения или нет. Надо исходить из других вопросов, связанных с тем, а что мы получим на это направление для себя, для своего развития. Дарья, вот тоже, вот вы не подхватили мысль, или Турция прямует до тоталитаризму, да, не прямой она не до якого тоталитаризма, потому что Турция настолько огромная страна таким количеством кланов, как бы там, да, своих. Ну, а даже если бы прямывал тоталитаризм, ну, что, они угрожают нам? Нет, военным путем. То есть у нас есть с ними интересы? Есть. То есть я же говорю, я предлагаю отвечать на вопросы, на другие вопросы, не на то, к чему они прямуют. Это их дело. Если они нам не угрожают, ради бога, если бы Россия, например, нам военным путем не угрожала, но они хотели там у себя построить какую-то, я не знаю, свои сумасшедшие идеи, ради бога, пусть они у себя строят сумасшедшие, что хотят. Абсолютно, что хотят, не более, мы же не требуем от них как-то там. То есть пока это не, там, для нас не угроза, и пока есть там, то есть это соответствует нашим интересам государственным, которые, конечно, часто надо сформулировать для начала. Я считаю, что, да, в Турции, вот я, можно сказать, персональная автократия, но и что дальше? Ну, не знаю. Это их. Вообще, если с точки зрения, ну, мы не будем сейчас заходить в этот разговор, но с точки зрения уже демократии, так демократии вообще нет настоящей, ни в одной стране, наверное. В штахах есть вопрос. Смотри, я сказал про электоральность, в данном случае. Не-не-не, ну, то, что голосуют, но, конечно. Это, конечно, упомянуть, что в данном случае это страна, внутри которой электральным путем можно сменить власть. Можно, да. Ну, вот следующие выборы будут лакмусовой бумажей. Да, мы окончательно поймем, потому что, это же интересная ситуация. Вот мне интересно, и Эрдоган уйдет, если проиграет? Да. Вот после стольких лет при власти и выстраивания, он же выстроил персональную систему. Да. Как бы, если раньше, интересно, потому что, если бы этот вопрос поднимался раньше, когда еще была сильная партия справедливости и развития, когда там были, ну, все тяжеловесы, включая Дабутаглу, то, возможно, это не был бы такой принципиальный вопрос. Но за последнее же время, особенно после 16-го года, после попытки, неудачной попытки переворота, Эрдоган же закрутил гайки и, по сути, взял контроль над партией почти в свои руки. То есть партия перестала быть отдельным политическим субъектом. Оттуда ушли очень яркие персонажи, которые ее держали, то есть которые могли быть отдельными центрами тяжести, включая Давутаглу, Бабаджана и многих других, которые сейчас в оппозиции. Поэтому вот интересно, я думаю, следующий год будет очень интересен вот с этой точки зрения, с точки зрения политического развития Турции и ее системы. Да. Здесь вот такой Евгения Королева, наша постоянная зрительница, очаровательная женщина, которая сейчас находится в Европе. Значит, она задает вопрос, который на самом деле умной, ну, как бы, он отражает настроение многих граждан именно вот ожидания, да. Есть ли риск того, вот слушай формулировку, есть ли риск того, что если мы войдем в Крым и выдохнемся на освобождение северной его части, что турки внезапно ввяжутся против орков, но не на нашей стороне, за остальную часть Крыма. Евгения, в рубрике, как бы, Эрдоган звонил Юрию Романенко. Я могу сказать, что перед эфиром он дал просто, как бы, детальные инструкции на этот счет и сказал следующее, что мы не будем ввязываться, как бы, в битву за Крым на стороне против орков, но за остальную часть Крыма, вот, потому что мы не уверены, что Украина войдет в северную даже часть в ближайшее время. И вообще, мы, как страна, член НАТО, мы на такие авантюры не пойдем. Вот, что сказал Арджеп Эрдоган. Вот, то есть, я шучу, конечно, но вы должны понимать, что это все фантастика. Пока да. Да, на сегодняшний момент это все фантастика, как об этом, да? Так а зачем? Ну, вот, банально, сразу же я всегда говорю, узнавайте себе вопрос, зачем Эрдогану входить в южную часть Крыма? Ну, чтобы что? Как бы, чтобы вот победить орков? Ну, мы же не по-сериме колечеса. Чтобы, чтобы, чтобы повторить, значит, исторический опыт 1475 года, когда они, значит, захватили вот именно вот эти части Крыма, да, и Эрдоган мог сказать, что, типа, наша Османская империя, она... Вот, когда Эрдоган дойдет до... Жива. Не-не, вот, я надеюсь, что этого не случится, но вот, когда Эрдоган или если Эрдоган дойдет до вот такого уровня маразма, как у Путина, тогда, да, вот эти вот по категории не сразу появятся. Османская империя, вот уже... То есть, пока что мы же должны понимать, что все это, ну, то есть, система, она еще вот не на таком уровне деградации, чтобы прям вот вот такими категориями их мог принимать решение. Евгений Мищенко, тоже у нас постоянный зритель, тоже вопрос, вот, который как раз вот ну, просто отражает вот логику того, что ты говоришь, но он, наверное, до конца ее не понял. Какой союзник более стратегичен для Украины, Греция или Турция ввиду их конфликта? А простой ответ вот с моей стороны, какой партнер для Эрдогана более стратегичен, Украина или Россия? Вот как он себя ведет? Вот точно так и для Украины, вот в этом треугольнике, как бы там, Турция, Греция, Украина. Да, кто сказал, что мы выбираем? Вот я вот, точно то, что я говорил, вот мы сами себя ставим в ситуацию, когда мы почему-то себя загоняем в рамки, где мы должны выбирать. Греция или Турция, Штаты, Китай. Почему мы почему-то решили, что мы должны, только так, по-другому никак. И почему-то это как две двери, других вообще никаких нет, и мы должны вот точно выбрать. Не надо ставить себя в такую ситуацию, не надо задавать, может, это вопрос, и не существует. Почему мы должны выбирать? Вот у нас сейчас нормальные отношения с Грецией, с Турцией, ничего не мешает, как оказалось. Сто процентов. Тоже, как и Греция, как она себя ведет. С одной стороны, у нее хорошие отношения с американцами, которые сейчас ее перевооружают на фоне эскалации отношений с Турцией, а с другой стороны, у Греции хорошие отношения с Россией, и если посмотреть на социологию по Греции, то там как раз один из самых высоких уровней поддержки, там наравне с болгарами, относительно России. И, ну, как бы, в Украине, с точки зрения украинских интересов, мы должны были, как бы, ну, выйти, ну, как бы, провозгласить анафему, я не знаю, что там сделать. Но мы же этого не делаем, мы абсолютно правильно делаем, потому что давайте быть гибче и, ну, и учиться, вот, сыпив зубы, делать то, что нам стратегически важно, там, и двигаться, и двигаться к целям, которые требуют, ну, стабилизации Украины, и там, и расширения ее экономических возможностей, оборонных, там, и так далее, Ну, надо отказаться просто от вот этого мира, в котором есть проукраинские страны, есть пророссийские. Больше нет. Быстро могут становиться пророссийскими, там, или еще какими-то, и наоборот. вот, вот, мир, мир, даже с Ираном, вот эта ситуация, да, вот, если, подпишите одну сделку и может вынести значительную часть нефтяного экспорта России с мирового рынка. Это что, означает, что Иран стал проукраинским? Да, он, 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 он является проиранским, они сами по себе. По Тайваню уже такие же были вопросы, то есть, вот Тайвань, это хорошо или плохо. С одной стороны, Тайвань нас поддерживает, то есть, одна из немногих стран, стран Азии, которые ввели санкции против России, они же там даже нам гуманит, то есть, они серьезно тоже впрыглись в эту историю, ну, как и весь коллективный Запад. С другой стороны, нам не нужна эскалация по Тайваню, потому что это, это, это подтолкнет Китай дрейфовать больше к России, а мы не там, не в наших интересах позволять России сближаться с Китаем, потому что это вообще, ну, это на нас тоже отразится. Греческие танкеры с российской нефтью. Ваша реакция? Поймали. Что же теперь делать? Ну, просто Греция же контролирует до четверти процентов мирового танкерного флота, поэтому, наверное, ну, имея такое количество судов, ну, да, какая-то российская нефть где-то капнет в один танкер. Я бы сказал, а я бы, а я бы ответил так, право вето в НАТО и в европейских, в структурах Европейского Союза. Вот, мы, мы обращаемся там к НАТО, к Европейскому Союзу за помощью и должны бы уметь держать, что у Гриции, оказывается, есть право вето и возможности вставлять нам палки в колеса. У Болгарии тоже есть. У Болгарии, кстати, тоже есть. Мы что, будем со всеми, кто с русскими ведут там какие-то свои делишки, потому что им это выгодно и потому что эта торговля там десятилетиями ведется там. У Венгрии есть, но почему-то это же, кстати, тоже не объясняет, получается, разве мы же все, опять же, в нашем массовом сознании Венгрия чуть ли не союзник там России, но они не блокировали все, все предыдущие решения, которые принимал ЕС и НАТО. Не было серьезных, но они не блокировали. Они там как бы набивали себе цену, но это другой вопрос. Ну, короче, у нас вот, у нас сегодня разговор свелся к обсуждению гибкости нашего мышления. так это вот, мы как раз просто на пальцах показываем, вот, как работает мировая политика. В мировой политике нет такого, что вот ты там, как в песочнице, там у тебя мальчик, не знаю, там Женя забрал машинку, вот, и с этого момента, значит, объявляется кривовая вендетта, выходит, значит, вся родня, вот, уничтожает, значит, всю инфраструктуру, которую, значит, мальчик Женя там построил в этой песочнице за полдня, как бы там нахождение, как бы, да, там приходят с дробовиками, добивают родителей, там, да, ну, и в результате потом на костях, ну, сжигают их, и на костях все танцуют, значит, танец, как бы, там и говорят, мы победили, вот, ну, вот, к сожалению, у наших соотечественников, у большинства соотечественников, где-то вот такое примитивное, вот, восприятие мировой политики, но, на самом деле, все не так. как все меняется, то есть, вчера Турция с Азербайджаном воевали против Армении, за которой стояла Россия, сегодня уже Россия с Азербайджаном делит транспортные коридоры, а Турция, наоборот, пытается стабилизировать отношения с Арменией, что делается в этом мире, с ума сходят. кстати, объясни, вот это вот, лачинский этот, лачин сегодня уже зашли. Да, я сегодня уже видел, я ж говорю, я уже даже нет, сегодня опять у нас в новостях, лачин, нет, так там, опять же, все, что я, за последние месяцы Россия и Азербайджан работают над тем, у них ситуативно сложились интересы, что вот эти транспортные коридоры, которые Азербайджан хочет, чтобы взять под контроль, ну иначе это же не победа, как бы, и лачинский, и так называемый Зангизурский, если раньше России это было не так интересно, то сейчас в условиях санкции эти транспортные коридоры, они стали значимы для них, в плане логистики, в плане вот этого параллельного импорта, поэтому то, что сейчас происходит, ну, во-первых, ничего сегодня нового не произошло, с июня было объявлено о том, что лачин и два села, которые входят в этот 6-километровый коридор, они будут переданы Азербайджану, потому что по соглашениям 2020 года обе стороны должны были построить две обходные дороги, Азербайджан свою достроил практически, Армения начала строить в начале августа, все, то есть лачинский коридор никуда не делся, российские миротворцы отдали, Азербайджану, как это предусмотрено было, как это было объявлено самой Армении, еще в июне, в общем-то, Пашинян об этом сам сказал, и все, но все продолжают, то есть до сентября, с сентября заработает этот коридор, до этого они же все ездили по, но сам лачинский коридор, его же сместили на юг, чуть южнее, все, все, что произошло, Россия и Азербайджан сейчас работают вместе над тем, чтобы транспортные коридоры, которые там сейчас сложатся, в этом регионе, они были созданы, ускорить их создание, потому что есть интерес Азербайджана, для которого это довершение картины победы, которую как бы продает сейчас Алиев, особенно активно, и спустя тем более два года, после подписания трехсторонних заявлений, и России это нужно для того, чтобы создать новую логистику, которую тоже можно использовать в том числе для обхода санкций, если получится, потому что есть у них только один сейчас путь через Грузию, но он ненадежный, и там не настолько большие объемы товаров можно гнать, вот и все. А так они хотят через Нахичевань, через Агниезурский коридор, на Баку, тем более новая дорога, все же там хорошо, ну то есть и это, и при этом я бы обратил внимание, Турция, Турция наоборот сейчас, ну как бы наоборот, немножко отстранилась от истории с Азербайджаном, потому что туркам сейчас намного интереснее, не поддерживать Азербайджан дальше, ну потому что они же в 20-м году посчитали, что они его поддержали, ну все, история закончена, тем более Азербайджан сам говорит, что вопрос Карабаха решен, ну турки думают, ну раз, чего, и они сейчас, сейчас Турция ведет с Арменией переговоры о нормализации отношений, то есть они хотят открыть границу, опять же для чисто коммерческой выгоды, они понимают, что намного выгоднее сейчас, наоборот, открыть границу и спокойно себе торговать, в том числе завязывая на себе ту же эту логистику, Турция же, это же одна из региональных целей Турции, это стать хабом для перевозки разных товаров, то есть замкнуть на себе региональную логистику. Ну да, и там, кстати, еще интересный момент происходит, потому что параллельно Иран до Страва, там, да, Решта, по-моему, они... Север-юг. Да, железную дорогу вот эту выстраивать, Север-юг, и получается, там тоже будет... Не обратите внимание, здесь играют Штаты очень активно в последнее время, они играют против России с Азербайджаном, по сути, потому что и турецко-армянские переговоры о нормализации очень активно... Очень активно подталкивают Штаты, они же поддерживают этот процесс и говорят, что да, да, давайте, вот открывайте границу. Вчера Штаты назначили своего представителя в сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Филиппа Рикера, очень опытного дипломата, они сейчас замкнули на себе переговорный процесс, альтернативный, то есть не турецко-российский, вот этот, а Минская группа, которая фактически сейчас не работает, и Женевский процесс, сейчас который новый создался, и они его подвязали. То есть сейчас представитель Штатов, он как и сопредседатель Минской группы ОБСЕ, так и он отвечает за Женевский формат, то есть они технически подвязали переговорный процесс, который будут проталкивать. И что интересно, весной еще я об этом писал, что Штаты разрешили, они сняли санкции с определенных компаний индийских, и иранских, которые строят вот этот север-юг. То есть они делают ставку на то, чтобы выстроить логистику через Иран, которая больше выгодна Индии, Ирану, то есть тем странам, которые, ну Индии как союзнику Штатов, и Ирану, если с ним договориться. То есть логистика, которая альтернативная тому, что Россия хочет получить. Ну то есть, потому что для Штатов важно, там где они больше контролируют логистику, ну ее можно будет больше соответственно контролировать потоки товаров. То есть тут идет борьба за, по сути, региональную логистику, за транспортные коридоры. То, что, кстати, Тигран Абакян у нас говорил, вот несколько месяцев назад, тоже об этом говорил. Ну то есть это, и что самое интересное, мы к чему, мы с чего начали, что как поменялись все эти партнерства, насколько все по-другому. В 20-м году, можно вообще не представить, было сложно себе представить, а тут все вот так поменялось, потому что это говорит о том, что ничего постоянного нет. То есть интересы меняются, страны пытаются корректировать свою внешнюю политику. А мы так вот не привыкли делать. У нас все должно быть вечным. Давай коснемся наших западных союзников. Еще один блок, вот пройдемся по нему. То есть вот наша же как бы вот тусовка, да, интернет, которая работает в режиме взрада-перемога, то есть она с одной стороны там сначала получает оргазм от того, что Олаф Шольц залез на этот гепард, или как она тут, зенитную установку, вот, и значит там попозировал, да, и все уже чуть ли не увидели в этом тайный знак, что... Нет, Джонсона он не переплетит. Этот, а с другой стороны, вот как Николай говорил о том, что там левые там в СДПГ как бы там заявили о том, что надо прекращать войну, там что, точнее прекращать поставки оружия Украины, хотя Германия... Еще было зарадное заявление, что надо перезапускать Северный поток-2 запускать, там, я не помню с какой партии. Да, 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 вот, и, ну и соответственно, сразу другой полис, все рубить, все с Германией, там и так далее, хотя я думаю, что мы должны четко понимать, что финансовая помощь Европейского Союза напрямую зависит от позиции Германии, потому что, ну, они выбивают эти деньги. они выбивают, или это их деньги, потому что Германия больше всех дает бюджет ЕС. Да, они, они наполняют как бы бюджет, поэтому, с другой стороны, мы видим, что с американцами тоже очень сложные отношения, вчера, позавчера, точнее говоря, американцы там заявили, что дают нам там трехмиллиардный грант, который там потратят на вооружение, скорее всего, вот, а с другой стороны, идет такая как бы политика, значит, не давать Украине много, то есть финансовая помощь, локализация конфликта, это что они называют? Да, финансовую помощь они не дают в тех масштабах, которые, как бы там хотел Киев, вот, и Зеленский, его команда, вот, и с другой стороны, там, их требования тоже закономерны, что не совсем понятно, там, как эта помощь там может распределяться, использоваться, есть коррупционные риски, да, есть коррупционные риски, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот, то есть, как ты сейчас видишь, вот, накануне, вот этого большого цикла электорального, который будет, там, в Италии будут выборы, потом промежуточные выборы будут в Конгрессе, да, как ты видишь сейчас, вот, отношения с Западом, потому что Ермак, опять-таки, тоже заявил, буквально сегодня, по-моему, что почти готово, там, предложение по соглашению, с русскими, там, да, но мы помним, что Джонсон, когда приехал, и это было симптоматично, что он приехал на фоне встречи Зеленского с Ордеганом, и понимаем, что Ордеган, по всей видимости, какую-то, ты заметишь, британство каждый раз активизируется, когда начинаются разговоры, переговоры, да, и, и, и в контексте переговоров, и тогда он сразу приехал, через два дня примчался, и, и тут через два дня он примчался, то есть, это означает, что реакция была почти мгновенная, с учетом логистики, там, и всего остального, вот, то, вот, как ты вообще оцениваешь сейчас, формат наших отношений, там, с Западом, с Европой, ну, они сложные, да, вот, сразу мы, сразу скажу, то, что, как бы, обычно не говорят у нас, у нас же, ну, и опять же, я считаю, что тут мы, как бы, частично мы сами виноваты, потому что мне, мне кажется, что мы весной задали, задали слишком высокую планку, ожиданий, вообще, ну, то есть, мы слишком сделали большую ставку на вот эту вот магический запад, который там все порешает, не обращая внимания на огромное количество факторов, которые же реально влияют на каждое решение, которое они там принимают, то есть, ну, начиная от просто роли отдельно взятых лидеров, которые просто там либо пушат решение, либо ничего нет, нас зависит же очень сильно от того, какой человек, что он делает, заканчивая факторами, связанными с внутренней политикой, с настроениями электората, с избирательными циклами и так далее, в итоге мы попали в традиционную для нас, ну, не ловушку, а просто как бы вот в эту неприятную ситуацию, когда вот эти все факторы начинают вскрываться под давлением обстоятельств, ну, и мы вот сейчас, ну, как бы пытаемся это все объяснить на государственном уровне. Я думаю, что в осенне-зимний период западные наши отношения с западным, ну, не отношения с западным, скорее, ну, формат взаимов, вот этого партнерства военного времени с западом, это будет главный, главный вызов Зеленского, ну, во внешнем, на внешней политике, вот это будет главный, ну, две, я считаю, что будет две, вот две глобальные наши, два глобальных вызова, которые нас ждут вот в ближайшее время. Первый, он в принципе был актуален с весны, это борьба за Азию, то есть за не Запад, борьба за не Запад. Это просто один из ключевых моментов. И второе, это вот это, это формат наших взаимоотношений с западом, сохранится ли он прежним или нет. Сейчас все идет к тому, что он будет меняться. Вот в какую сторону он будет меняться, вот сейчас будет решаться этот вопрос. По Европе и Штатам, ну, достаточно тревожное, как бы, событие. я говорю, я не буду сейчас спекулировать, я не знаю. В Штатах очень многое зависит от того, кто именно победит на разных округах. То есть, если республиканцы победят, что сейчас по рейтингам, скорее всего, важно будет кто, потому что в республиканской партии разные люди, то есть, они в целом поддерживают, они в целом поддерживают Украину и считают, что поддержка должна дальше продолжаться. Военная и финансовая помощь. Но сторонники Дональда Трампа преимущественно выступают за то, чтобы эту помощь либо сокращать, либо не увеличивать. И военную, и финансовую. То есть, она не прекратится, но есть риск того, что после промежуточных выборов в ноябре может быть ситуация, когда нам еще сложнее будет запрашивать, получать помощь со стороны Соединенных Штатов. Особенно если увеличится количество вот этих скептиков, трампистов, ну таких как там, таких как те, кто блокировали вот последний пакет военной помощи, 30 миллиардов, когда Байден его проталкивал через Конгресс, там же был вот этот момент, когда один республиканец, сенатор его заблокировал. Вот такие моменты, их будет чаще, их будет больше. По Европе ситуация сложнее, мне кажется, что во-первых, в Британии Джонсон уходит, то есть, надеяться на магию харизмы Бориса Джонсона не придется. Элизабет Трасс немножко другой лидер, я думаю, что мы поймем это, когда она станет премьер-министром. Ну, в общем, она другая, то есть, я просто следил за неопределенное время, это не то будет. И мне кажется, что, опять же, для тех, кто у нас считает, что вот, если Элизабет Трасс выберут, то это будет все то же самое, а не будет то же самое. Потому что в Британии серьезные социально-экономические проблемы сейчас нарастают. Есть заявка электората к их лидерам на то, что, мол, занимайтесь, пожалуйста, внутренними проблемами, и кто бы ни был премьер-министром Британии, при сохранении публичной риторики по Украине, конечно, она сохранится, все эти приезды, вот, они будут, мне кажется, больше заниматься внутренними проблемами на ближайшее время. Потому что, ну, там они есть, реально есть, кроме того, консервативная шпартия потеряла очень серьезно в рейтингах за последнее время. Если смотреть сегодняшнюю социологию, они проигрывают выборы, если бы они были в ближайшее время. Реально проигрывают. Поэтому они должны заниматься внутренними делами, чтобы усиливать свои позиции перед грядущими выборами, а следующие выборы в Британии, по-моему, в следующем или в 24-м, я не помню точно. Ну, то есть уже надо сегодня заниматься своей электоральной базой, которая при Джонсоне похудела. Серьезно. И по другим странам Европы, ну, опять же, я не считаю, что помощь остановится, но у нас будут, с приходом зимы будет сложнее выбивать для себя всякие плюшки и всякие вооружения. Да, я с европейцами тоже общался, они тоже говорят о том, что ко второй половине зимы у них будут сыпаться их коалиции, на которых в той же самой Германии, в других странах, которые, в общем-то, легитимизируют и поддерживают помощь Украине, не потому, что они не любят Украину, или, точнее говоря, потому, что они не хотят поддерживать Украину, а потому, что вал сложных проблем, которые накатываются на европейских избирателей, например, засуха, которая привела к тому, что речки обмелели, и это ударило по сегментам экономики. Энергетический кризис, который в прошлом году начал развиваться. Надо исходить из того, они были не готовы к войне. Они были не готовы к войне по полной программе, то есть вообще во всех отношениях. И кроме того, война в Украине только одна проблема, а на это все наложилось еще постковидные последствия и куча-куча-куча всего другого, чего мы здесь не сильно анализировали, но это все просто вместе. Вот мы писали недавно с коллегой статью по Шри-Ланке. Это далеко, конечно, от Европы, но то, что произошло на Шри-Ланке, это худший сценарий, то есть там уже совсем все до ручки было доведено, но это в принципе комбинированный удар трех кризисов глобальных по слабой экономике. Я сейчас кинул в этот, и я эту статью поставлю в, точнее говоря, кину вот в чат, чтобы вы могли посмотреть. там чем она ценна, почему как бы я, надо объяснить, почему люди должны читать про далекую Шри-Ланку. Мы там описываем ситуацию, вот этот кризис на Шри-Ланке, который привел к отставке президента именно через призму вот трех глобальных проблем, трех кризисов, комбинированный удар которых привел к ослаблению системы вот до такой степени, что это привело к смене власти. Вот эта модель, она может быть, вот она в той или иной форме может быть в Европе, ну не в такой, конечно, не до такого дойдет, но там тоже примерно такая проблема, то есть пусковидные последствия, энергетические проблемы, последствия войны в Украине, плюс куча внутренних всяких черных лебедей, типа вот засуха, еще какие-то проблемы, там скандалы отдельные, вот которые, ну Борис Джонсон конкретно, вот Борис Джонсон конкретно стал жертвой вот этих всех вот по сути вала проблем, которые были усилены случайными внутренними политическими еще как бы скандалами, в которые он попал и которые он там нормально разрулить не смог. И, конечно, как и в 14-15 году, когда в Европе был так называемый миграционный кризис, ну в такие времена усиливаются позиции всяких популистов и радикалов. Я не считаю, что в Европе в осенне-зимний период, в ближайший электоральный цикл к власти прям придут полностью национал-популисты, у них не настолько высокие рейтинги, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Я сейчас про Италию. В Италии будет все равно коалиция, но другой вопрос, что усиление их позиций приведет к тому, что нам будет с ними сложнее общаться, нам будет сложнее запрашивать помощь, они будут скатываться во внутреннюю повестку и обращать меньше внимания и выделять ресурсов на Украину. Поэтому уже сейчас, наверное, нам надо думать над тем, как нам решать наши тыловые вопросы, чтобы не так сильно зависеть. То есть нам надо уменьшать зависимость от Запада. Как это парадоксально не звучит сейчас, но по большому счету нам надо эту зависимость уже уменьшать, потому что нельзя долго зависеть от чужой повестки. Особенно в годы войны. Так это очевидно. Чем более у тебя диверсифицирована экономика, чем более у тебя диверсифицирована внешняя политика, тем более ты устойчивый и тем больше альтернатив у тебя появляется, когда у тебя одно из направлений и просаживается. Я просто знаю, что мне часто на это отвечают, типа, ну мы же воюем, мы не можем, что мы сейчас будем с ними. Ну как? В этом же и дело. То, что мы воюем, мы не можем позволить себе, будучи воюющей страной, критически зависеть от какой-то Италии, например, или какой-то Болгарии, у которой есть вето в ЕС и которая может в любой момент нам, например, зарубить какую-то финансовую помощь. Или от Венгрии, или от Штатов даже. То есть, потому что в какой-то момент приходит какая-то проблема, о которой мы даже не догадывались и нас бьет по голове опосредованно, потому что мы зависимы. Поэтому даже в условиях войны надо начинать, да, решать вопросы, которые способствуют уменьшению этой зависимости. Где-то диверсифицировать, где-то просто резать эту зависимость за счет своего чего-то, то есть перезапуска экономики, решения тыловых проблем, где-то за счет нахождения новых партнеров. Даже тех, о которых мы там не задумывались. Поэтому вот я вначале поставил вопрос, что мы должны не думать о том, сейчас особенно в условиях войны, у кого там какие, у кого демократии, у кого нет, кто там какие ценности отстаивает, и у кого в культуре что прописано, а мы должны думать о том, если это партнерство поможет нам где-то диверсифицировать, где-то усилиться и решать какие-то наши военно-политические задачи, значит оно нужно. Ну, если есть, конечно, возможности это партнерство сформировать. Вот только так надо подходить сейчас. Сто процентов. Ну что, друзья, будем заканчивать. Пятничный вечер. В принципе, нас хорошо смотрели, лайкали, но есть паскуды, которые не лайкали, поэтому я пошлю в последнее предупреждение. Мы вас всех держим на крючке. Вот. И забаним тех, кто не будет лайкать. Шучу. С Ильей Кусей мы, я думаю, в ближайшее время запустим проект, который будет регулярным, еженедельным. Мы уже с ним проговаривали. Обзор западной прессы, потому что у нас оказывается только швец пересказывает то, что прочитывает в западной прессе и выдают это как от себя. Какие-то большие инсайды. Хотя на самом деле нужно просто читать, что пишут соответствующие издания. И, в общем-то, вы будете понимать то же самое, что понимает он. Как раз познакомим с их повесткой. Да, и как раз познакомим с их повесткой. И мы будем это делать регулярно. Сейчас как раз с ним поговорим после этого. Для того, чтобы такие были большие обзорные вещи с комментариями по поводу того, как это соотносится с нашим контекстом. И я думаю, вам это будет интересно. И это будет одно из фишек наших эфиров. Желаю вам хороших выходных, чтобы снаряды, ракеты и прочая дрянь, которая летит от этих тварей, не попали у вас, ваших близких и вообще поменьше летели сюда. На следующей неделе мы встречаемся. На выходных я, может быть, запишу пару эферчиков от себя. И пока. Всего хорошего. Пока-пока.